25 автобусных маршрутов и более 100 единиц транспорта большой вместимости. В минувшую субботу на улицах Чебоксар появились новые автобусы. Именно они дали старт транспортной реформе. В основном их поставили на выстроенные направления. Неизменными остались только три привычные схемы движения. 42, 43 и 45 маршрутки. В выходные судить об эффективности появления на дорогах больших автобусов было еще рано. Транспорт был полупустой и люди еще не разобрались до конца в новых схемах движения. Да, села и не знаю куда. Надеюсь, доеду. Никто не знает, куда что едет. Но посмотрите, я знаю, где у меня даже карта здесь есть. Толк-то ее же надо изучать не один день. Прежде чем ты поймешь, на котором можно ехать и на котором нельзя. А то, на чем можно было уехать, сейчас в нашу сторону не ездят. Автобус спустить надо туда, где они нужны. А там, где они поехали, собственно говоря, сомневаюсь, что вот такой величины автобус нужен. Жители новых микрорайонов Чебоксар появлению на дорогах автобусов большей вместимости рады и надеются, что теперь быстрее будут добираться до центра. Именно им в администрации столицы обещали полную транспортную доступность. Знаете, мы живем в Соляном. У нас там 24 маршрутка ездила. Сейчас автобусы говорят. Сейчас первый раз сегодня приехали, пока удобно было. С понедельника посмотрим, как будет ездить. А пока так уехали хорошо, в автобусе тепло? Да, удобно, тепло, хорошо. А жители Новочебоксарска пока в ожидании появления такого транспорта на межмуниципальных перевозках. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы между Чебоксарами и Новочебоксарском курсировали такие же автобусы большие, чтобы народ не стоял, не ждал на морозе. Интервал между автобусами, чтобы было примерно минут 10-15 хотя бы, чтобы люди нормально на работу добирались. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика.